Если тело движется по вертикали, то его вес, то есть сила, с которой оно воздействует на подвес или давит на опору, зависит от ускорения, с которым движется тело. Для того, чтобы это проиллюстрировать, мы использовали динамометр, состоящий из цилиндра и кожуха, к которому прикреплен груз. Внутри кожуха находится пружина, которая своим одним концом прикреплена к кожуху, а другим концом к цилиндру. Растяжение пружины будет зависеть от того, с какой силой кожух и подвешенный к кожуху груз воздействуют на пружину. Чем больше это воздействие, то есть чем больше вес кожуха и груза, тем сильнее будет растянута пружина. Наоборот, чем меньше нагрузка, чем меньше вес, тем пружина будет растянута в меньшей степени. Когда груз покоится, а равно нулю, то вес груза равен m на g, где m масса кожуха и груза, а g ускорение свободного падения. В этом случае будет вполне определенное растяжение пружины и из кожуха будет выступать какая-то часть цилиндра. В том случае, когда вся система будет двигаться вверх с ускорением каким-то а, возрастет вес груза, возрастет вес кожуха и груза висящего на кожухе, в результате пружина растянется сильнее, в большей степени. Значит, при движении вверх всей системы с ускорением а, вес оказывается равным m на g плюс а, возрастает и растяжение также увеличивается. Если вся система будет двигаться вниз с каким-то ускорением а, то в этом случае вес тела уменьшается, уменьшается сила воздействия на пружину, в результате чего в этом случае мы будем наблюдать сжатие пружины, то есть кожух будет надвигаться на цилиндр. В крайнем случае, когда мы будем иметь свободное падение, когда вся система будет падать вниз с ускорением g, вес кожуха и груза становится равным нулю, вся система становится невесомой, поэтому пружина полностью сожмется и кожух целиком надвинется на цилиндр. Убедимся в сказанном на опытах. Через неподвижный блок перекинута нить и к концам этой нити привязаны динамометр с грузом, который прикреплен к кожуху. Сейчас динамометр неподвижен, вы видите, что цилиндр выдвинулся из кожуха примерно на 3,5 деления. А к другому концу нити привязан тяжелый груз. Когда я отпущу этот груз, он устремится быстро вниз с ускорением а, и с таким же ускорением а будет двигаться вверх динамометр. Итак, я отпускаю груз. Движение было настолько быстрым, что вы, конечно, ничего не успели заметить. Поэтому мы вам показываем начало движения груза и динамометра в замедленном темпе. Когда я отпущу груз, он устремляется вниз, а динамометр начинает подниматься вверх. Сейчас цилиндр выдвинулся из кожуха примерно на 3,5 деления, и по мере того, как груз будет подниматься вверх, набирая ускорение, его вес кожуха и груза будет становиться больше, и поэтому пружина будет растягиваться сильнее, и цилиндр будет выдвигаться из кожуха. Проследите за началом движения всей системы, следите за динамометром. Проследите еще раз за движением системы в замедленном темпе. Во второй части опыта к кожуху привязан тяжелый груз, в результате чего пружина растянулась значительно сильнее, чем раньше. Вы видите, что цилиндр выдвинулся на 7 с лишним делений из кожуха. Сейчас масса динамометра с подвешенным к нему грузом значительно больше, чем масса груза, висящего слева на нити. Эту нить я держу в руках. Когда я отпущу нить, груз, висящий слева, устремится вверх с ускорением А, и с ускорением А начнет движение динамометра с подвешенным к нему грузом. Итак, я отпускаю груз. Вновь проследим за движением системы в замедленном темпе. Левый груз пойдет вверх, динамометр с кожухом пойдут вниз, при этом вес кожуха и подвешенного к нему груза уменьшится вследствие ускоренного падения динамометра с грузом, и пружина начнет сжиматься, кожух будет надвигаться на цилиндр. Следите за движением системы в замедленном темпе. В третьей части опыта мы не изменили величину груза, привязанного к кожуху, в результате чего, вы видите, цилиндр выдвинулся из кожуха по-прежнему примерно на 7,5 делений. Но сейчас я отпущу всю систему, и она начнет свободное падение вниз с ускорением g. Обратите внимание, что при этом будет происходить с кожухом и цилиндром. Итак, мы смотрим в замедленном темпе падения системы. При свободном падении, когда ускорение равно g, вес кожуха и груза становится равным нулю, и пружина сжимается полностью, надвигая кожух на цилиндр. Проследим за падением системы. Продолжение следует...